Итак, время истории. Галина, добрый день, уже давно смотрю ваши видео, очень нравится подача объяснений, насколько здраво вы рассуждаете. У меня вопрос, на который я не могу найти ответа. Буду благодарна, если вы прокомментируете мою историю, можно озвучить ее на YouTube, где он покажется вам интересной. С 2016 года, я встречаюсь с турком, это что уже 4 года выходит. С самого начала отношений он был очень ревнивый, ревность росла по нарастающей, заставил изменить номер телефона, чтобы бывшие поклонники не писали, устраивал допросы, где я и с кем. Хотя обычно никуда не хожу, кроме работы, устраивал допросы, устраивал эстерики, что я пошла учить немецкий, например, а в группе был мальчик, мне 30, а мальчику 20, если что. Не разрешал ходить на корпоративы, ездить с отделом на шашлыки, в отделе он всего лишь 2 парня и давно женатый с детьми. Ну и много других подобных ситуаций. Я влюбила, мне даже в голову не приходилось заменять, и поводов я не давала. Сначала мне было просто смешно из-за его ревности, потом я относилась с пониманием, объясняла ситуацию, а потом уже стало просто невыносимо. Он говорил, что мне доверяет, а не доверяет мужчинам. При этом это была ситуация и сам неам, и другим не дам. Забирать меня в Стамбул не хотел, жениться не собирался, но ревновал страшно. Короче, из-за этих постоянных истериях с его стороны я просто начала врать и все скрывать, потому что эти ночные скандалы по телефону меня достали, хотя в остальном наши отношения были достаточно хорошими. После трех лет отношений мы расстались. Я пыталась это сделать больше года, но в прошлом году приняла окончательное решение. Из-за отсутствия перспектив в отношениях и за ревности мы расстались. И остались друзьями, переписываемся как уже несколько месяцев. Сейчас я встречаюсь с другим мужчиной, он не турок. И только в отношениях с ним я поняла, что такое свобода, когда ты можешь без утайки встретиться с подругами, ходить куда-то, ездить. И при этом не нужно врать и бояться всяких истерик. Мы уже вместе полгода, у нас замечательные отношения, намного лучше, чем мои предыдущие. Но недавно мой мужчина попросил меня заблокировать моего бывшего турка, потому что он у меня в телефоне, он ревнует к нему, хотя мы уже несколько месяцев не общались. И меня это испугало. Не то, что я должна заблокировать бывшего, а то, что он устроил истерику по этому поводу. Очень похоже на моего бывшего турка, именно с этого же все и начиналось. А мне стало страшно, а вдруг он такой же ревнивый или станет таким же. Кроме того, мне неприятно, что я должна без каких-либо объяснений заблокировать человека, с которым у меня хорошее отношение. Но и писать ему первое с объяснениями, что вот, мой мужчина попросил тебя заблокировать, я тоже не хочу. Сейчас мы раз в 2-3 месяца интересуемся, как дела, что в бизнесе. Скоро, я уверена, что хорошо, если два раза в год будем общаться. Только поздравления с Новым годом и днем рождения. На этом все. Я искренне ни за что не хочу возвращаться к бывшему. Но я очень боюсь, что если я пойду на поводу, заблокирую бывшего, то запустится механизм прошлых отношений. Тогда тоже все начнется с блокировки друзей, коллег, мужского пола, удаления их номеров. Галина, подскажите, я драматизирую в данной ситуации или его просьба абсолютно нормальная? С одной стороны, я его понимаю, с другой, я боюсь повторения ситуации. У меня есть проблема с составлением границ. И я не понимаю в данном случае, будет ли это нарушением моих границ. Подскажите, пожалуйста, на что мне обратить внимание? Спасибо. Так. Здесь такая ситуация, знаете, можно по-разному подойти, посмотреть. Давайте будем исходить из вас. Вашу проблему, как вы сказали, я не могу устанавливать границы межличностные. В этом, собственно, главная проблема есть. А еще я вам скажу, что вы не можете расставаться с людьми. Зачем? Не может? Ну, вы, в принципе, уже вот такие нотки есть, немножко мазохистические в отношениях. Он меня ревновал, все было ужасно, истерики меня достали, да? Ну, остальное у нас все было хорошо. Если у вас есть пунктик того, что вам не нравится, вас достает, и вы в итоге расстались. Это я про бывшего, да? Это говорит о том, что вам, в принципе, отношения не были хорошими. Поймите, что хорошие отношения, когда у вас есть доверие, любовь, взаимопонимание друг к другу, и вам комфортно в этих отношениях, они вам не в тягость. А когда у вас есть один пунктик того, что он вас ревновал, истерики устраивал, все прочее, это уже говорит о том, что отношения вам были не в радость. Но вы готовы были это терпеть, понимаете? То есть вы уже шли на компромисс с самим собой, себя ломали. Это не есть хорошо, это такая нотка, признак некого мазохизма, пострадать, некого невроза, за который вы держались, да? Ну, в итоге, слава богу, вам это надоело, вы расстались. Но, скорее всего, проблема же не в турке, в том, что вы нашли такого же себе мужчину второй раз, и упорно на это закрываете глаза и говорите, пока что все в порядке, было все прекрасно, но через полгода внезапно он попросил заблокировать. Если с точки рассматривать бытовой, просто человеческой, да, какая просто проходящая вам женщина вам скажет, дорогая, зачем ты с бывшим-то общалась? Зачем к нему бежала? Не может быть дружеских отношений с бывшим. Не должно их быть. Тем более, который ревновал. Это уже саму подоплека, да? Вы зачем с ним общаетесь? Неважно, рассказывайте, что у вас есть сейчас отношения, там, мужчины, или не рассказывайте, неважно, зачем вам этот контакт, почему не обрываете старую связь. Вы плохо расстаетесь, отпускаете людей. Это вариант недолюбленности, это вариант недостатка внимания, родительского любви. То есть вам надо даже хорошее отношение, вам надо сохранять. Вы за этого человека держитесь. Зачем, мне понятно. Об этом вы только знаете. Короче говоря, по сути, он в вашей жизни уже не нужен. Это пройденный этап. Вы должны были перечеркнуть то плохое, что у вас было. Это вас должно оттолкнуть. Но вы типа такой альтруист, да? Ну, он же типа хороший, у нас отношения были хорошие, и все хорошо. Ничего хорошего у вас не было. Вы вот, мазохист. Вы все-таки хотите куда-то засунуть голову, где вам будет плохо. Вы нашли себе мужчину, который может быть таким же, как он. И вы меня об этом сейчас спрашиваете. А такой же ли он? А как меня с ним, себя с ним вести? Я могу предположить, что, скорее всего, у вас есть невроз, и, возможно, да, он будет таким же, как и ваш бывший. Может быть, в легкой форме. Может быть, пока что он этого не проявляет. Но повод вы ему даете. Вы общаетесь с бывшим. Вы этот механизм в нем запускаете. Я не знаю, насколько он агрессивный. Истеричка, ваш новый мужчина. Но он может быть таким, если вы вступите, скажем так, к контру и не заблокируете, будете продолжать общаться с бывшим вашим молодым человеком. Если просто так брать во внимание, что любой, не я как женщина, если бы мой парень общался, муж с бывшей какой-то. Какая дружба? Алло, у тебя сейчас здесь есть я. Нет бывших, понимаете? Вы, короче говоря, просто недолго обсуждать можно, объяснять. Не знаю даже просто какой стороны как бы дословно поподробнее вам рассказать. Короче говоря, у вас невроз, вы нашли себе такого же. Вы запускаете в нем. Если он не такой же ревнивый, истеричный, вы его таким делаете. Он с вами таким будет, потому что вы его провоцируете. Вот он не будет таким, у вас два пути. Вам вы решаете. Я не могу сказать, делайте то-то и то-то. Вы выбираете, вы обрубаете своего бывшего и живете в нормальных продуктивных отношениях с человеком. То, что он вам, скажем так, дал заявочку, но то, что ему это не нравится, там истерику закатил, это у него уже полгода он терпел, ждал, вот он вам выкатил. Вы это нагнетали, вы этого скандала, вы этого ждали. Потому что что? Ревнует, значит, любит, заботится. Внимание ее мужчине нужно. Вы провоцируете. Это искусственно созданное внимание, потому что это провокация с вашей стороны. Я не говорю, что вы плохая, вы там провокатор. Я просто говорю, как ваша психика работает. Вам это просто надо. Далее. Как себя с этим мужчиной вести? Вот вы блокируете бывшего вашего и смотрите, нормально развивается у вас наша истеричка все-таки. Находит он новые поводы или нет? Скорее всего, поводов не будет, если вы его провоцировать не будете. Будет шик-то гладко, он не будет вам сжимать вот эти вот границы, контролировать вас. Раз в полгода у вас этого не было. Обычно такие маньяки по ревностям, по сжиманию личных границ, по обволакиванию жертв, у вас женщины, мужчины такие, да, немножко садистические, они очень быстро себя проявляют, в течение месяца-двух. Не полгода они держатся, не вот у него смысла нет. У него от этого тоже кайф свой есть. Он будет сидеть полгода, что-то ждать, приманивать вас, ему это не надо будет. Он очень быстро бы себя показал. Я думаю, что вы даете повод просто. Я иду на поводу, если я заблокирую, да, вот мне вот эти вопросы задавали. Вы можете еще другой способ найти. Вы можете соскочить с этих отношений, расстаться с ним. Как говорится, обожиглась на молоке, а теперь дую на воду. Вы можете убежать из этих отношений, расстаться, вам по сути есть повод, вам не нравится истерия, и вы боитесь продолжения этих истерик, что человек будет себя так некрасиво как-то вести, вас потом начнет как-то поджимать под себя, подкатывать вот это вот все, вашу свободу попрекать. Убегайте от отношений, разрывайте. Но когда будете искать нового, вы не должны тогда уже общаться с какими-то своими бывшими на тот момент. Без провокации начинайте, чистые отношения без провокации. И тогда вы посмотрите, если опять человек начнет вас сжимать, да, проблема у вас, то что вы находите таких мужчин. Потенциально внутри вы ждете к себе такого отношения, вам это зачем-то нужно, вы этого хотите. Так что тут вот только так. Либо вы сделали, расстались с бывшим временем, прекратили общение окончательно. Понимаете, в любом случае, просто по-человечески, даже не с психологической точки зрения, вот это вот же связь за вашего бывшего. Это вы одной ногой в прошлых отношениях. Зачем вам это надо? Лично я никогда не была замужем за турком до него. Я со своими бывшими, если они мне не нужны для чего-то, не общалась. Это в любом случае какая-то выгода. Это выгода держаться за прошлые воспоминания, за те моменты, когда мне было хорошо или когда я была нужна, правильно? Либо какая-то материальная, досуговая, либо у меня нет друзей, мне надо с кем-то пообщаться, он мой друг. Это пройденный этап, и человек в вашей жизни ни в качестве кого, ни вообще ни в каком качестве не задержался. Вот ваша жизнь — это вот яйцо обтекаемое, да? Он никак не прилип, вовнутрь не залез, ваш с вами единым целым не стал. Ни муж вам, ни парень, ни друг, даже никто. Когда вы общаетесь раз, два раза в год, с Новым годом, поздравить с днём рождения, спросить, как это вы видите дела, это не дружба, это не общение, это удержание связи с какой-то выгодой. Напомнить себя о чём-то приятном, почувствовать себя кому-то нужной, почувствовать того, что я... услышать какие-то комплименты, например, свой адрес, поднять свою самооценку или, не знаю, финансово как-то, все, короче, разные цели могут быть, да? Вы должны быть сильным человеком, уметь отпускать и разрывать старые связи. Вот в вашей жизни нет человека, нет общения никакого. Он вам, значит, в вашей жизни не нужен, не пригодился, не присосался никак к вам, понимаете? Вы с ним не стали единым целым. Это не ваш человек. Всё очень крайне просто. Но люди, почему некоторые не могут так расставаться? У них все друзья. У меня такая была подружка в студенческое время. У неё... Она из бывшими, и всякие... Она со всеми была лучшая подружка. Она со всеми дружила. Всех она любила. Прям рубаха парень, можно сказать. Она из бывшими, из настоящими, из будущими. Это ну, пипец. Чисто вот такой пример. Она со всеми всегда такая... И она, у неё такое вам плавало было. Я хороший друг. Я хороший человек. Она всегда так самоцелку поднимала. Со мной все хотят дружить. Но это неправда. На самом деле, она окружала себя фальшивыми такими друзьями, когда у неё была тяжёлая в жизни ситуация, к ней никто на помощь не пришёл. Все на неё забили, и никто не помогал. Только к самой ближней. Этот человек, на самом деле, вообще не умел дружить. Он не умел выстраивать такие долгосрочные дружеские связи, коммуникации с людьми. Она окружала себя теморионом, потому что её не любили родители. Родители были в разводе, каждый занят своей жизнью. И развелись они, когда она уже была взрослая, достаточно, ну, в подростковом возрасте, не совсем ребёнок. И всем на неё было наплевать. И она вот эту любовь вместо родительской бралась типой своих друзей, поверхностных. Она со всеми дружила, всем была хорошей подружкой. Когда дошло до дела, до серьёзных проблем в жизни, ей помогли несколько человек на руках, на пальцах одной руки, это можно было пересчитать, кто был для неё в помощи тогда. Но так как девочка не понимала, кто друг, кто враг, кто настоящий друг, кто ей помог, а кто просто так, она этих людей в итоге, которых можно было пересчитать на пальцах одной руки, всё равно потеряла. Она не поняла, что это её настоящие друзья. Она в итоге осталась одна с теми, с фальшивыми. И она до сих пор одна, она замуж не вышла, ей уже больше 30 лет, и она всю жизнь вот так вот по вершкам. По вершкам в любви, по вершкам в общении, с друзьями. У неё нет ни любви настоящей, ни друзей. Она не умеет ни любить, ни дружить, ничего не ценить людей. Она очень поверхностная. Потому что, во-первых, она боится к себе запустить кого-то по-настоящему, потому что ей сделать больно, как ей сделали когда-то родители. Во-вторых, она просто не научили. Не рассказали, что есть хорошо, что есть плохо, как можно поступать к ней. Кто есть друг, кто тебе не друг. Как люди проверяются и всё такое прочее. Вот. Это такое ответвление было для вам, для примера. Есть вот такие люди. Если вы себя относите к такому человеку, который трудно отпускает, потому что он недостаточно любви, он не умеет, например, любить и не понимает, что такое любовь, ну вот я психологу однозначно. Самому себе, только соскакиваясь отношения, очень. Что касаемо этой истории, я вам так скажу. Вы обрубаете ваши связи бывшего парня с вот этим, которым сейчас находитесь, продолжаете отношения. Если хоть раз он что-то опять заистерил, начал как-то, вы чувствуете сжимать ваши рамки свободы, вы с ним точно расстаетесь. Но попробовать как бы дать шанс можно. Это не считается того, что вы пошли на поводу и его распоясали. Вы его распоясаете, если будете вот так вот сидеть в рот, заглядывать, говорить, да, я всё делаю так, как ты сказал, да, всё будет так, как в прошлых отношениях делали. Вот это распоясает его. Это распояс любого человека, даже не обязательно ему быть ревнивым каким-то особенно, это просто власть мужика, и будет кайфово влавствовать, доминировать, чувствовать себя мужиком. Это любого, любой человек так начнёт делать, и мужчина, и женщина. Либо вообще соскочить вам с отношений, можно и начать другие, но с чистого листа, без общения, опять же, с своим бывшим. То есть, понимаете, вариант того, что вам разрывать общение с бывшим человеком, не общаться, он в любом случае здесь есть. Так что принимайте решение, решайтесь на это. Я жду ваших комментариев на эту тему, расскажите, кто что думает, как к этому относитесь, дайте какие-то, может, дельные советы, как у вас в жизни. Вы такой человек, который легко остаётся, либо вы всё-таки придерживаетесь того, что дружба между мальчиками и девочками есть, с бывшими надо дружить. Спасибо за комментарии, скоро я уйду. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok